Здравствуйте! Вы смотрите программу 13 этаж и сегодня гость нашей студии, заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии Северного государственного медицинского университета Михаил Вальков. Михаил Юрьевич, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о болезни, которая как причина смертности занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране. Это рак. Показатели заболеваемости раком в России, они фактически такие же, как в Европе, но вот смертность значительно превышает этот показатель в нашей стране. Почему так происходит? Здесь несколько причин существует достаточно существенных. Первое и самое главное в том, что к моменту выявления рака у россиян и жителей Архангельской области, в частности, он выявляется на более поздних стадиях, чем у населения в Европе. И надо сказать, что рак – это не одно заболевание, а тысячи и, скорее всего, даже десятки тысяч разных заболеваний с различным по исходу прогнозом. Есть опухоли, при которых течение болезни очень агрессивно и количество погибших, смертность очень близка к показателю заболеваемости. Это рак легкого, это рак поджелудочной железы, рак желудка, рак печени и некоторые другие заболевания очень серьезные. В то же время есть злокачественные опухоли, при которых перспектива выжить, излечиться очень близко к 100%. К таким опухолям относятся, например, рак кожи, особенно немеланомный рак кожи. Это, например, рак щитовидной железы, это рак молочной железы, который занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости в России и в Архангельской области. И некоторые другие опухоли. Поэтому я бы не стал под одну гребенку грести все случаи рака. Они индивидуальны. В то же время, самое главное, это поздняя стадия. Это большая проблема для нашей страны и для области в том числе. А в чем причина этой проблемы? Плохой уровень диагностики или все-таки проблема в людях, в культуру которых, в привычку которых не входит обследование? Как всегда, комплексная причина, конечно. Здесь я вижу главное, чего у нас нет и что есть на Западе, это отсутствие скрининга. Скрининговых программ или, скажем так, не совсем точное замещение скрининга программами диспансеризации, которые, в принципе, и начались-то недавно. Скрининг – это диагностика, грубо говоря, программ? Да. Скрининг – это так называемая вторичная профилактика рака. Это ранняя диагностика злокачественных опухолей. Скринингу подлежат далеко не все опухоли злокачественные. Их можно пересчитать по пальцам двух рук. Ни одной, да. Это рак молочной железы, это рак предстательной железы, это рак ободочной кишки, меланома, про которую мы говорили в прошлой неделе. Ну и некоторые другие опухоли, они должны часто встречаться, должны выявляться простым и эффективным методом диагностики. И самое главное, этому скринингу должно подвергаться большое количество населения, которое рискует заболеть этой опухолью. Вот эти группы риска, они разные для каждого заболевания, но главный фактор риска – это возраст. Скринингом удобно, эффективно заниматься после 50 лет. Есть диспансеризация, программа государственная. Чем она отличается от скрининга и как, чего не хватает для того, чтобы все-таки скрининговые программы имели место быть? Катя, рано говорить о том, насколько она эффективна, потому что диспансеризация снова была введена. Ну, она была забыта. В советские времена она была внедрена, и у нас была самая эффективная система раннего выявления в мире. Потом она была забыта, и сейчас только с 2013 года она осуществляется. Три года – слишком маленький срок для того, чтобы понять, насколько она эффективна, эта диспансеризация. Это суррогат скрининга. И там очень много важных пунктов, которые действительно могут, наверное, помочь выявить рано. Такие опухоли, как рак молочной железы, рак ободочной кишки, меланома. Но в то же время те обследования, которые зашиты в программу скрининга, они не соответствуют тому, что предлагается в программе диспансеризации. Ну, маленький пример. Для раннего выявления рака молочной железы по приказу 36АН, которым пользуются все наши поликлиники, маммографию нужно проводить с 39 лет, начиная, и раз в 3 года. Согласно американским, например, рекомендациям, рекомендациям европейским, с 50 лет начинается диагностика, ранняя диагностика рака молочной железы. И существенная разница еще в том состоит, что у нас промежуток между исследованием 3 года, в западных странах год или два. Такое уменьшение промежутков может привести к уменьшению количества так называемых интервальных раков, когда первое обследование, ну, ничего не видно, условно говоря, во втором обследовании выявляется запущенный рак. Такое встречается особенно у молодых пациентов. Ну, хорошо, понятно, что для того, чтобы внедрить эту программу, ну, и хватает денег, наверное, да? Ну, это самая простая прозаическая причина, конечно. Ну, а что-то все-таки делается, какие-то движения в регионе в этом направлении совершаются? Этих движений много, и я бы не стал браковать диспансеризацию. Конечно, диспансеризацию. Мы еще будем ее анализировать, но первые прикидки по анализу уже показали, что вполне достойные результаты. Мы стали больше выявлять рака молочной железы первой стадии. Мы этот анализ совсем недавно провели и опубликовали. Вернее, он будет опубликован на ближайшем Европейском конгрессе. Автор, кстати, публикации, клинический ординатор нигерийского происхождения, вернее, он нигериец, Латив Бакаре, будет выступать с докладом в Копенгагене об этом. Это будет постерный доклад. И в этом анализе мы увидели, что если 10 лет назад доля первой стадии рака молочной железы было от 10 до 15 процентов, то сейчас, последние два года, 25. Это очень существенно. Хотя, конечно, гораздо меньше, чем в западных странах, где больше 50 процентов опухолей молочной железы выявляются в первой стадии. Михаил Ильич, к вопросу о деньгах. В прошлом году Минздрав закрыл программу, которая действовала с 2009 года по борьбе с онкозаболеваниями. 47 миллиардов рублей было выделено. А удалось ли Архангельску поучаствовать в этой программе и были ли результаты? Мне хотелось бы, вначале, защитить наш Минздрав федеральный и нашего региона. Эта программа была рассчитана на 6 лет и планово закрылась. Да, действительно, слава богу, она началась до финансового кризиса. Мы, разумеется, участвовали в этой программе и в 2011 году мы получили достаточно солидную долю финансов. Это были 450 миллионов рублей по условиям софинансирования, которые на программу развития онкологии были предоставлены нашей области. Они были очень эффективно истрачены. Онкологический диспансер наш получил новое оборудование, которое по уровню близко или соответствует западному. То есть мы сейчас имеем возможность достаточно эффективно ставить диагнозы и лечить онкологических больных. Ну а в процентном соотношении были какие-то изменения? Я знаю, что в стране это было 1% уменьшение смертности от онкозаболеваний. Может быть, у нас тоже какой-то есть показатель? Да, мы, конечно, у нас есть сдвиги к лучшему. Но, понимаете, самое эффективное все-таки средство, с помощью которого можно снизить смертность, я в этом уверен, это все-таки первичная и вторичная профилактика. Вот мы с вами, да, и я сразу же хочу сказать, что да, действительно, мы снизили уровень смертности по некоторым показателям, по некоторым он, к сожалению, повысился. Распределение средств, выделяющихся на онкологию, на мой взгляд, ну, немножко неправильное. Довольно мало денег, если не сказать, что совсем мало, выделяется как раз на то, что даст самый большой эффект. Это то, о чем мы уже говорили, скрининг, ранняя диагностика злокачественных опухолей. И первичная профилактика, о которой как-то все забывают и умалчивают. А первичная профилактика – это, если простыми словами говорить, профилактика здорового образа жизни. На самом деле, если передерживаться простых правил поведения, образа жизни, то можно отдалить этот диагноз или, может быть, даже не заболеть совсем злокачественной опухолей. Ну, неделю назад мы говорили о меланоме, для того, чтобы предотвратить меланому или сделать меньше ее риск, достаточно уменьшить воздействие солнечного ультрафиолета. Для рака желудка – это уменьшение потребления соли, например. Для рака ободочной кишки критически важно соблюдать как можно, скажем так, умеренное содержание животных белков в рационе. Ну, то есть вопрос уже просветительского характера. Да. Их… Вот здесь я вижу и свою миссию, и миссию многих врачей, которая состоит как раз в пропаганде этого здорового образа жизни. Например, элементарная абсолютно вещь, о которой многие забывают – это регулярное занятие физической культурой. Удивительное дело, на самом деле, оказывается, что физкультура – это не только средство, которое предотвращает злокачественные опухоли, и, кстати, сердечно-сосудистые заболевания, которые на первом месте в структуре смертности в нашей стране и в области, но и отдаляет смерть больных с установленным диагнозом рака. Вот. Согласно рекомендациям Американского противоракового союза, еженедельное занятие физкультурой, ну, 140 минут, физкультура какая? Это умеренная и тяжелая физическая нагрузка, достоверно снижает риск смерти от злокачественной опухоли, если уже установлен. При любых диагнозах, в общем-то, в любом состоянии спортом нужно заниматься. Но еще одной проблемой является недостаток обезболивающих препаратов. Некоторые из них причислены к наркотическим, а некоторые из них подпадают под санкции или просто нет возможности купить иностранные препараты импортные. Действительно, это проблема. И как она решается? Что делается для того, чтобы какая-то была фармацевтическая база, и не просто как бизнес-проект, а именно созданная на государственном уровне? Катя, наркотики – это не проблема. Они стоят две копейки. На самом деле, это вопрос, который нужно адресовать государственным структурам, наркоконтролю. Все больные онкологически должны быть хорошо обезболены. Это вообще абсолютно не проблема. Но все-таки громадная проблема, если касаться лекарственного обеспечения, это обеспечение специфическими, специальными препаратами для лечения злокачественных опухолей. Вот они стоят дорого, даже очень дорого. Ну, вы знаете, что, может быть, и не знаете. Развитие лекарственной терапии злокачественных опухолей сейчас претерпевает бум. И на смену химиопрепаратов, которые неадресно лечили и злокачественные опухоли, но и сопровождались достаточно большим количеством побочных эффектов, пришли так называемые таргетные препараты. Это передовые разработки. Практически все фармацевтические фирмы этим заняты. И каждый новый препарат дороже предыдущего, иногда в разы. И сейчас... Это, кстати, проблема не только России. Но иностранные препараты, тем не менее. Иностранные препараты. И в России они тоже производятся, но они все равно очень дорого. В Америке это стало проблемой большой. Например, последние пять лет идет просто бум по лечению митостатической меланомы. Раньше это было неизлечимое заболевание. Сейчас появились примерно 10 уже препаратов, таргетных препаратов для лечения меланомы. Так вот, новая рекомендованная в Америке НССН, есть такая система, которую разработал Национальный институт РАК Америки, рекомендует это лечение. Так вот, это лечение стоит в год миллион долларов США. Это неподъемно даже для американцев, не говоря уже о наших. Разумеется, идут какие-то попытки решить эту проблему. Но, конечно, если фирмы-производители не будут уменьшать стоимость своих препаратов, эти попытки обречены на неуспех. Какие попытки? Это так называемые генерики. Это аналоги препаратов, которые стоят на 10-15, а то и 50-70% дешевле, чем те препараты, которые ранее были произведены. Они, конечно, начинают их производить через 10 лет, после того, как начали производить эти флагманские препараты. Они уже как бы устаревающие. Но, тем не менее, этими генериками можно лечить, но они тоже стоят дорого. То есть достать лекарства можно, проблема в средствах. Средства – это самое главное. А существуют ли российские аналоги? Все-таки покупать за евро, за доллар – это одно, да? Покупать за рубли – это совершенно другое. Но, как правило, конечно, ругают эти аналоги. Так вот, есть ли баланс? Российская фармацевтическая промышленность, конечно, не настолько хороша, как зарубежная фармацевтика, но эта отрасль сейчас активно развивается, и некоторые отечественные препараты достаточно активно используются, в том числе и для лечения онкологических больных. Кроме того, есть же сравнительно дешевое фармацевтическое производство в Восточной Европе, бывшей Югославии, например. Из Индии препараты достаточно дешевые и качественные поступают. То есть, здесь эта проблема может быть частично решена таким образом. Понятно, что европейские и американские препараты дорогие. Михаил Юрьевич, что делать человеку, ну, скажем, Архангела Городца, который подозревает, что у него рак? Вопрос с подвохом, конечно. Конечно, нужно к врачу, к онкологу обращаться. Не дай бог, в общем, гуглить, как это делает наше население. Интернет — это, в первую очередь, увеличение сроков обращения к врачу, и, соответственно, опухоль может за это время вырасти. Поэтому, конечно, к врачу нужно обращаться для того, чтобы провести качественные обследования. А как после этого работает система с человеком, после того, как ему поставили диагноз? У нас трехступенчатая система диагностики и лечения злокачественных опухолей. Все начинается с первичного звена здравоохранения. Участковый врач, семейный врач является первым контактом у этого пациента. Либо это врач первичного онкологического кабинета, в котором проводится обследование на самые простые выявляемые формы рака, так называемые визуальные. В том случае, когда выявлено подозрение на рак или выявлены явные признаки злокачественной опухоли, этот пациент обследуется затем на уровне поликлиники. И со всем обследованием, которое у него есть, существует стандартное обследование для каждого злокачественного заболевания, он поступает в онкологический диспансер. Ну и согласно госгарантиям, у нас очередь не больше трех недель по любому из заболеваний. А вы сами проходите обследование и вообще обращаетесь к врачам? Да, я обращаюсь к врачам. Разумеется, если припрет, если не то, что припрет, возникают симптомы. Очень важно, кстати, не пассивно ожидать симптомов, а все-таки стараться придерживаться здорового образа жизни. Я, по крайней мере, это делаю во многом. Понятно, что я не идеален, как и любой человек, но тем не менее я стараюсь заниматься физкультурой, стараюсь придерживаться других сторон здорового образа жизни. Но если заболею, то, конечно, обращаюсь к врачам. Мне, конечно, немножко полегче, потому что там у меня много знакомых и близких друзей. Михаил Юрьевич, я благодарю вас за интересную и очень важную беседу. Спасибо большое. Но я, со своей стороны, хотел бы тоже поблагодарить вас за возможность высказаться об этом и готов прийти и говорить уже отдельно о многих других заболеваниях. Всегда ждем вас в нашей студии. Спасибо. У нас в гостях был заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии Северного государственного медицинского университета Михаил Вальков. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!